Всем привет! Как же мне нравится атмосфера после обеда, когда начинает темнеть и можно повключать все свои фонарики. И мне даже хочется начинать влоги именно в это время суток. Сегодня мы наконец-то выбрались ездом и приехали чуть-чуть наперед от праздного день рождения Томака в семейном кругу, потому что по дому же не увидимся, разве что гораздо позже. Первый раз вижу в ресторане посуду из той фабрики, о которой я вам рассказывала. Она называется Bolesławitz. И мне, кстати, Сокровь сказала, что это не просто определенные узорчики, а что она еще и характеризуется прочностью. Идем прогуляться. И здесь настолько красиво, что мне хотелось бы оставить это в памяти для себя и также поделиться с вами. Раковские рестораны по-особенному уютные, некоторые домашние, некоторые более стильные, но все они в какой-то степени отличаются своим дизайном. Рядом также находится бар, в котором очень вкусные домашние обеды и ресторан нам тоже понравился. Заболим. 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 помимо классических новогодних украшений в ракове также можно встретить шопки так называемые здесь замок а внутри также ясли вот там даже на русский новорожденный как волшебство аж не верится что через месяц уже начнут все это снимать мы сейчас будем печь очень вкусный пирог это что-то типа как творожная запеканка но она гораздо нежнее и в польше это называется сырник то есть это такой творожный пирог что нам понадобится килограмм творога у меня так как я живу в польше здесь уже многое продается как бы готовым это перемолотый творог если у вас такого нет то вы просто покупаете обычный причем не берите обезжиренный а такой ну лучше взять классический просто средней жирности скажем так или пожирнее и три раза перегоняете через мясорубку творог то есть один раз прокрутили второй и третий и вот такой массы творожная нам нужен целый килограмм раньше в польше именно так и делали но сейчас особенно перед праздниками часто продается такое и она уже не требует масла есть разные традиционные рецепты но к этому творогу масло нам не понадобится рецепт очень простой 7 яиц стакан сахарной пудры ложка манной каши и ложка крахмала и ванилька для аромата что мы делаем отделяем белки от желтков нет помогает мама и сначала будем взбивать практически всю сахарную пудру с желтками и потихоньку добавим туда творожную массу ложку как я сказала манки ложку крахмала и ванильку из оставшиеся сахарной пудрой где-то ложка приблизительно да мы будем взбивать отдельно белки ну потом скажу что мы делаем в качестве последнего шага и дальше мы только запекаем и собственно говоря это все смешиваем творожную массу со взбитыми белками но не слишком долго чтобы белки окончательно не упали производительно мама сделала за кадром выстелила пергаментной бумагой дно формы и вот эти бортики мы смазали сливочным маслом и посыпали панировочными сухарями также можно измельчить миндаль и посыпать все миндалем тогда будет еще вкуснее у меня его нет теперь будем печь наш сырник по-польски это называется сырник температуре 180 градусов целых 70 минут сырник уже практически готов сейчас еще его немножко подрумяню буквально минутку и потом буду постепенно доставать нельзя просто открыть духовку и вытянуть его иначе он упадет поэтому сначала при открываем духовку даем ему подумать ну скажем пару минут дальше еще больше 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 это займет какое-то время но нужно его пожертвовать если он у меня упадет это будет блин закон подлости если бы вы только могли почувствовать какой сегодня дома аромат причем целый день нас уже начались распродажи мы заехали в торговый центр нашла очень интересную вещь в резерв я понимаю что она не всем понравится но во первых я собираюсь заменить здесь пояс у меня есть кожаный такой который поверх надевается такой широкий надену большие очки скинни джинсы или скинни брюки черного цвета добавлю более современный аксессуар и мне очень нравится такими грубыми ботинка между прочим здесь составе 25 процентов шерсти и смотрится очень оригинально я уверена что сейчас многие меня раскритикуют а потом будут спрашивать оль откуда у тебя такая интересная то ли накидка то ли плащ то ли кардиган мне очень нравится меня так тянет на голубой желтый цвет я не удивлюсь если они будут актуальными этой весной я еще не проверяла и кстати на скидках я всегда присматриваю и весенние даже летние вещи вот интересная такая жилетка накидка здорово будет смотреться с какими-нибудь колбойскими ботинками джинсовыми шортами самая обычная футболка или каким-то топом даже шляпка если любите такие вещи то загляните в резервы шикарные сатиновые юбки золотом цвете цвете морской волны и черная прям я смотрите сегодня тоже кстати новом платье даже более удачная модель потому что здесь внизу есть разрез не вот эта золотая нравится и стоит всего 12 евро очень крутой жакет вы сможете стилизовать его самыми разными способами и с джинсами и с брюками с юбкой с какой-то casual обувью или же даже с кроссовками с лодочками красиво у меня есть похожая модель только в цвете хаки на самом деле она в таком серо-коричневом холодном оттенке и на него хорошая скидка 50 процентов ловите штрих-под я надела и вот уже которая женщина подходят и тоже примеряет очень красивая чебурашка редко можно найти прямо качественную достойно выглядящую и это из мохито сейчас не могу одной рукой застегнуть вот так это выглядит у меня рост метр шестьдесят два может даже чуть ниже и она мне ниже колена такая она не совсем легенькая добротная можно сказать если вам еще не надоели вот эти рубашки клетку которые носятся вместо курт или в качестве кардигана то вот имейте ввиду что они сейчас тоже есть на селе приветики у нас новый день и я не успеваю за временем я вообще не поняла как так получилось что уже завтра день рождения томика я заранее заказала ему торт я вам об этом рассказывала и так получилось что я должна была забрать его самого утра потом крутит туда-сюда мне сейчас алина его привезет потому что одна я не смогла бы его доставить его пришлось бы держать на руках и завтра мы скорее всего просто пойдем куда-то пообедать и хочется сделать томику сюрприз а он уже видит что я что-то планирую куда-то хочу поехать потом кого-то жду что тут прячу переписываю с кем-то тайком он такой человек не то чтобы не любит сюрпризы но не может выдержать и я практически уверена в том что он будет искать что я там гараже пытаюсь утаить через несколько минут мы вместе с вами уже посмотрим какой же торт получился у алины еще я должна вам сказать что слишком много праздников за одну неделю получается у нас и я вот сейчас сидела и составляла меню на новый год также переписывалась подружкой кто что сделает и я вот просто уже даже ничего есть не могу я не знаю у вас тоже так что вроде как много всего вроде и не обедаешься но потом уже вот так и ты хочешь просто съесть овсяную кашу торт приехал и все чудесно но у меня один вопрос как его спрятать у меня нет никакой коробки настолько большой потому что он огромный сразу с фейерверками ой завтра как поздравим тома к я думаю что он будет в шоке впереди снова выходные причем у нас даже могут быть закрыты все продуктовые магазины поэтому на всякие пожарные мы берем даже замороженную пиццу чтобы не голодать и конечно же делаем контрольную закупку к новому году чтобы не бегать просто спокойно разобранские шалати мосифика казахмат я хочу подпали заработаю потянуть ад Апто, Апто, Апто! Браво! 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 о том, что перед Новым годом все тоже куда-то едут, и я попала в такие пробки, что я уже не знала, что делать, я написала несколько постов, и потом еще и в банках я не могла получить этот перевод, мне пришлось ехать в торговый центр, в обменник, и только там мне выдали деньги, и в торговом центре столько людей, но я зашла в Зару и увидела там шубейку, которая мне очень сильно понравилась, но за полную цену я не готова была ее купить, а тут так повезло, я потом вам покажу, завтра Новый год, и мы его празднуем у нас, мы устраиваем вечеринку для наших друзей, ну как, не совсем мы, потому что у нас такие друзья, которые всегда как-то поддерживают, мы делимся, одна одно готовит, вторая второе, ребята закупают продукты, поэтому, ну как-то так проще, да, и я вот с подружкой переговорила сегодня, она сделает десерт, еще приедет моя Анетка, она сделает тирамису, а я делаю салат с рукколой, со свеклой, с козьим сыром, с таким легким соусом, и также такой, наверное, чуть более тяжелый салат с курицей, и там такая заправка на основе майонеза и сметаны или йогурта натурального, если я успею, то я поснимаю, вот, еще я хотела бы сделать помидорный соус, наверное, займусь этим сегодня, потому что детям тоже нужно что-то есть, и, наверное, мы будем печь такие маленькие пиццы. У моей подружки есть термомикс, я вот уже лет 7, наверное, думаю, стоит купить или нет, вы мне писали, что это супер вещь, у Вики из Германии тоже есть, это такой комбайн, который там варит, парит, взбивает и тесто месят, меня всегда отпугивает его цена, но все подружки, а у моих, у многих подруг он есть, говорят, что он реально того стоит. Наверное, после Нового года я закажу и себе. Так вот, моя подруга Кая быстренько сделает тесто, а я соус, и вот она привезет тесто, мы поделаем мини-пиццы и намажем их соусом, по-моему, будет какая-то ветчина, сыр и такая быстрая закуска или даже полноценный ужин для детей. Вот, а потом, что еще одна подруга сделает гуакамоле, и это, собственно говоря, все из алкогольных напитков. А, еще Кая Крокеты привезет с борщом. Здесь очень часто подают даже на свадьбу в 2 часа ночи, в качестве горячего какого-то блюда можно увидеть Крокеты и борщ жидкий, который пьется, я вам недавно рассказывала. Из алкогольных напитков я буду делать сангрию и также опероль шприц. Это все планы. Я вот приехала домой, вижу, что курьеры оставили несколько посылок. Я думаю, что завтра или послезавтра мы с вами их тоже распакуем, посмотрим, что там. Вот, и еще из таких каких-то актуальностей хотела сказать, что мы с Томиком так и не сходили еще в спа, но вчера мне не хотелось с пустыми руками как-то его поздравлять, поэтому я заказала торт, кстати, очень вкусный. Если вы живете здесь, советую заказать у Алины. Я закажу и для свекрови. У нее день рождения 7-го числа, 7-го января производит впечатление и выглядел так вау, шикарно. И сделала также Томику сюрприз, подарила ему подписку на его любимый журнал, называется Форум. Он выходит каждые две недели, и я оформила ему годовую подписку. Он не ожидал, было очень приятно. Вот. И еще мы готовимся к вот этим пробным дням в школе, которые будут в начале января, вчера, нет, позавчера с Захарчиком читала. Слава богу, у него хорошо получается. Тоже немножко переживаю. Так что, знаете, вот все сразу. Как же удачно я зашла в Пепку. Там были наборы бокалов для шампанского всего по 5 евро. 4 штучки. Причем, посмотрите, здесь такое не слишком тонкое стекло. Они выглядят очень презентабельно. И я взяла сразу целых 3. У нас дома пока что есть свободное место, так что я покупаю то, что мне кажется нужно и то, что пригодится по хозяйству. У нас довольно часто бывают гости. И у нас, честно говоря, ничего не простаивает. Сейчас вот помою все бокальчики и будем сегодня ночью встречать новый кот. Здесь у меня жарится бекон к салату, который я показывала вам летом. Это будет еще один типичный польский салат, хотя, возможно, его готовят в других странах. Я раньше о нем не знала. Здесь научилась. Я уже, как видите, намыла наши бокалы и наполнили холодильник. Вы тоже так делаете. Выставляете все за окном. Ну а что, места в холодильнике не хватает. И также готов самый вкусный соус для пиццы. Я поджариваю 1 четвертую луковицы. Чуть позже добавляю чеснок. Дальше такую томатную пасту, но не густую, а как бы перетертые помидоры, немножко соли, перца, сахара. Да, кстати. И что еще? Базилик и орегано. Каждый раз одно и то же. Вам не кажется? Через час уже приедет моя подружка. Она будет чуточку раньше. Я накрасилась часов 12, наверное, но остался один важный новогодний штрих. Это блестки. И я знаю, что если я не сделаю этого сейчас, то я вообще об этом забуду. Сегодня была такая веселая в кавычках ночь, что я спала, да и Томок, наверное, тоже 3,5 часа. Но, слава богу, он забрал их утром, потому что я вообще не представляла себе, как я не то, что переживу новогоднюю ночь, а как я до нее доживу. И я съела такую конфету детскую с мелатонином и меня так отключила на 2 часа, если бы не курьер, то я думаю, что я спала бы как минимум до обеда. Вот. И я проснулась, никого дома не было. Я немножко подкрасилась, ну как немножко, сделала себе такую нормальную штукатурку, чтобы потом уже только накрасить помаду и вот блестки добавить. Это у меня стила, очень красивая, нарядная, когда, как не сейчас, использовать блестки. Правильно? Что там, блестит? Интересно, вам видно, как красиво это сияет? Я сижу, правда, против света, но ничего. Да, камера покажет каждую пылинку. Я вот сейчас смотрю на вот это платье-жакет и не вижу ничего. Потом я смотрю объективы, вижу, что вот здесь нужно почистить, но этого нет. Не знаю, кому верить, камере или своим собственным глазам. Я собиралась надеть блестящее платье, которое многим понравилось в новогодние собиралки, но вчера пришел мой заказ из Страдивариуса. А сейчас вот эта вещь на скидках, и вообще моя мама себе купила такой же, но она будет его носить в качестве жакета. И я так примерила, я думаю, я все-таки надену этот наряд, потому что это прям мое. Получается такое короткое платье-жакет, и к нему я обую вот эти лодочки. Они из кожи, из Зары, и тоже видела их на скидках. С аксессуарами пока что не определилась, или обручили вот эти серьги, которые сзади темненькие. Посмотрим. Буду доделывать салат, и как раз поделюсь с вами рецептиком. Салат здесь называется салатка кебабовая, или салатка гирос, в связи с тем, что вот это мясо, это куриное филе, вы можете взять любое другое, но оно очень быстро жарится, мне кажется, что это оптимальный вариант, и мы как раз берем приправу, которая называется кебаб, гирос, или же шаверма, или шаурма, что-то в этом духе, то есть одну из, и мариную мясо на несколько часов. Если у вас нет этого времени, то дайте хотя бы несколько минут ему настояться, еще я добавила сюда немножко оливкового масла, пекинская капуста, лук-порей, но знаете, что я с ним сделала? Я залила его кипятком на какое-то время, чтобы он не был таким очень интенсивным по вкусу, помягче. Одна красная паприка, здесь кетчуп, красный лук, можете взять обычный, и еще консервированные огурцы, кукурузка и соус. В соусе у меня здесь сметана, точнее даже не сметана, а йогурт, немного майонеза, соль и перец. И сейчас будем выкладывать все слоями. На самое дно идет курица, дальше берем кетчуп, у меня закончился мой любимый, и его долго не было на iHerb, так что у меня хайнс, и не острый. Классно будет с острым, но так как у нас дети будут, то я, конечно, это учитываю и беру самый обычный. Теперь лучок, огурцы, и знаете, здорово было бы взять прозрачную миску, но у меня ее не оказалось, представляете? Еще чего-то у меня в кухне нет, будет повод поехать в икею. Кукурузка, лук-порей, паприка, на этом этапе поливаем салат соусом. Я думаю, что если бы я делала не для гостей, а чисто для нас, я бы не использовала майонез, но так как большинство, наверное, все-таки привыкло к майонезу, то чуть-чуть добавила. На самый верх кладем капусту. Ой! Если вы не найдете такую приправу для курицы, как я сказала, то вообще возьмите любую, потому что сама идея салата очень прикольная. Только посмотрите, какой аппетитный салат, один из моих самых любимых. Можно взять шпинат или рукколу. У меня, как видите, руккола, дальше здесь вареная свекла. Также можно взять, например, сыр фета. У меня козий сыр немножко другого типа. Я быстренько делаю какой-то соус на основе горчицы. У меня такая, видите, в шариках оливкового масла и меда. И также я добавила гранат. Его здесь едят прям вот так с косточками. И орешки. У меня, чуть не сказать пине, это по-польски, как они, кедровые орешки и вот такая вкусинатина. Теперь сделаем с вами такой welcome drink, то есть коктейль, которым я буду встречать гостей. Он слабоалкогольный. И это что-то в стиле сангри. Я впервые его попробовала в Испании, а потом мы с Томиком были в Португалии и летом это вообще бомба. У меня здесь гранат уже почищенный и также красная смородина. Нашла в магазине, взяла, просто это красиво будет выглядеть, но можно использовать апельсин, какие-то замороженные ягоды. Томик сегодня купил где-то ежевику. Съедобная, но очень кислая. по сравнению с тем, которое растет у моей мамы, стой, точнее, как-то не очень, но главное, что это будет выглядеть красиво. Вот. теперь нам понадобится красное вино, спрайт и минеральная вода. Вина должна быть половина и по 1,4 получается спрайта и газировки. Ой, моему халату уже ничего не повредит сегодня. Вот так, по-моему, красивее. Буду подавать напиток в вот этих бокалах, которые я купила на какой-то распродажа в Заре Хоум и потихоньку начинаю переносить все блюда на стол. Слышу, что Игнашкина уже разбудили, поэтому буду подвигаться вниз. Просто решила быстро вам показаться и что-то как-то очень темно. Наверное, я все-таки сменю свою обруч на сережки. Вот такие мы женщины, переменчивая натура. Игнашкина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова